А сейчас я предлагаю отвлечься и отправиться к архитектору Андрею Волкову. Если после праздников у вас осталось много пробок от шампанского, этот мастер-класс как раз для вас. Добрый день, дорогие друзья! Как вы знаете, дизайнеры часто посещают различные мероприятия. Вот и недавно на одной презентации ко мне обратились ее организаторы. И говорят, Андрей, скажи вам, пожалуйста, а что делать с огромным количеством пробок, которые остаются после мероприятия? Сегодня мы с вами ответим на этот вопрос. Из пробок делают большое количество интересных предметов. Но я вам покажу, как сделать дизайнерский поднос для напитков. Кстати, он очень пригодится на презентации. Нам понадобится разрезать основную часть пробок примерно пополам. Кстати, их общее количество 100 штук. Ну вот, у нас образовалось определенное количество пробок, разрезанных пополам. Сейчас мы из них будем складывать основание нашего подноса. Я собираю основание в виде шестиугольника, склеивая пробки между собой суперклеем. Кстати сказать, это натуральная корковая пробка, которая очень прочный, экологически чистый материал, и с ней так приятно работать. Чтобы поверхность подноса была ровной и гладкой, я хочу сверху положить оргстекло. Размечаем, режем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нашему подноса не хватает только бортика. Будем его делать из целых пробок. Пробки бывают разные. Например, дорожные. Но вот лично я предпочитаю натуральные, корковые, из которых получаются такие замечательные дизайнерские предметы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»